Музыка Станция метро, проспект просвещения, пешеходная зона, вокруг однотипные многоэтажки, одним словом, такой обычный спальный район города. Может быть, поэтому появление этого арт-объекта вызвало настоящий фурор? Лучше бы вместо шара построили скейт-площадку в районе просвета Озерков. Ничего подобного нет, все далеко. А у жителей района спросили, нужны ли эти скульптуры. Все как обычно. Это еще, что называется, самые безобидные из комментариев. Кто-то уже прозвал шар гигантской пепельницей, другие увидели в нем яйцо, которое отложил инопланетный гость. И даже знаменитый пепелац из комедии Данелли, говорят, тоже очень на него похож. Ку! Ку! Торговали это самое, курили. А теперь искусство. А теперь искусство. Вообще смешной он какой-то. Вообще не в тему, по-моему. А почему не в тему? Ну, не знаю вообще ни о чем. Ни символ города, ни какой-то интерес, ни подсветка, ничего. Я считаю, что это просто пустая трата денег. Какая-то достаточно странная идея, по-моему, непонятная. Хорошо то, что вот облагораживают территорию к метро. А вот эти декоративные элементы, ну, мягко сказать, они непонятны. В связи с чем я слышала, что каких-то очень больших денег это стоит. Внутри миллиона. Вот, ну это очень, конечно. Сколько он стоит и зачем нужен, вопросы не совсем уместные, когда речь идет об искусстве, с одной стороны. А с другой, людям интересно, на что расходуются бюджетные деньги. И почему похожий шар на одной очень известной интернет-платформе стоит в разы дешевле. Разнообразие великое сейчас в интернете. И внешняя схожесть шар и шар. Почему эта идея возникла? Ну, она возникла, она прошла согласование в городе. Ну, почему, почему не шар? Три миллиона, не три. У нас в связи с этими обращениями, да, сейчас ведется проверка, и мы как бы либо подтвердим это, либо опровергим. Так в администрации Выборгского района уже, кажется, и сами не рады такому вниманию. Шар, который по задумке автора символизирует мир, стал настоящим яблоком раздора. А вообще, этой скульптуре очень повезло оказаться в городской среде. Сотни проектов малых архитектурных форм стоят в очереди, ждут своего инвестора. Но так и остаются на бумаге. Кру! Бывает просто, переминаешь глину, и что-то у тебя получается. Вот же козявка, она на что-то похожа. Это успокаивающее действие. Просто кто-то что-то четко перебирает, а я, бывает, там скульптурный материал в руках. Павел Тихомиров занял третье место в конкурсе на лучшую скульптуру для городских скверов. Его телепес – это дружеский шарш на тележурналистику. Фантастическое животное с кинескопом вместо головы. Есть исчезающий вид этих кинескопных мониторов и телевизоров, как бы они уже не исчезают. Но это как образ идет, вот такое фантастическое животное. Он как бы каким-то там, я не помню, что я там написал. На стыке времени и Малаухтинского парка образ величественного всепоглощающего животного особенно актуален. Считаю необходимым увековечить телепса в граните, в назидание предкам и в благодарность потомкам. В том конкурсе, а его провели еще в 2019 году, тройка лидеров выглядела так. На первом месте скульптура под названием «Ожидание». Второе место заняла композиция «Осенний лес». Тройку лидеров замыкает телепес. Ни один проект так и не был реализован. Кто-то говорит, может, это и к лучшему. Злые языки скульптуры победителей еще на стадии обсуждения называли не иначе, как «чужой рожает». И действительно, сегодня активно восстанавливают фонтаны во дворах старого города. Они обычно все были дополнены скульптурами. А вот с новыми малыми скульптурными формами сложнее. По правилам, автор композиции должен передать все права на скульптуру городу, чтобы подобное не появилось где-то еще. Не все, оказывается, на это охотно идут. Автор не имеет права на свою работу, по сути, а по сути четвертому федеральному закону изготовление должно пройти процедуру и мониторинги. То есть выбрана, может быть, какая угодно компания. А это все-таки авторская работа. Но это такие юридические, наверное, моменты. Как-то где-то мы их проходим, где-то не всегда просто, если авторскую скульптуру брать. Вот этот явно проигрывает. Да, это всегда интересно, что в композиции всегда кто-то должен выиграть, а кто-то проигрывает. Но не до конца. Мне кажется, в самом большом проигрыше это, конечно, гусь, потому что ему, судя по всему, вообще нехорошо ему. Композиция хорошо задумана, обыграно. Эту скульптуру можно созерцать. Композиция «Мальчики дерутся за гуся» 19 века отреставрирована в 2005-м. Пример бережного отношения даже не к самой скульптуре, а к той уникальной среде, которая сложилась вокруг нее. Или этот змей Горыныч во дворе на Васильевском острове, без которого его уже и не представить. Медведь, улитка и черепашка в Коломне, кажется, тоже из прошлого. Но на самом деле появились здесь в 2017-м и отлично вписались в пространство. Метеопавильон на Малой Конюшиной установлен в 1914 году. Тоже малая архитектурная форма. Создан по проекту архитектора Лансере – одна из примет дореволюционного Петербурга. Он был не только красивым, но еще и полезным в Петербурге с его дождями и ветрами. Здесь вот дни недели указаны, мы можем с вами видеть. И вот такую вот историю погоды можно было проследить. А с противоположной стороны у нас с вами барограф изображен. Он у нас давление, соответственно, атмосферное. Вот мы можем увидеть тяжесть. Киоск погоды, так ласково его называли, безошибочно выдавал показания давления, температуры и влажности воздуха. Вандалы похитили старинные приборы. Теперь здесь установили муляжи. Говорят, настоящие найти уже невозможно. Аналогов такого оборудования, которые производились в начале 20 века, их просто-напросто сейчас не существует. Те чернила и те расходные материалы, которые использовались, их, к сожалению, в нашем современном мире уже нет и не используются. А само оборудование, которое мы видим за стеклами, оно несет больше такую информационную нагрузку, нежели конкретную эксплуатационную. Может быть, действительно, это все невозможно, слишком затратно и лучше оставить все так. Но ведь это наша уникальная петербургская история. А кривая, которую чернилами выводил на бумажной ленте самописец, нечто большее, чем просто фиксация погодных явлений. Визитная карточка Петербурга стала ненужным элементом городской следы. В это же время где-то на окраине города изо всех сил пытается доказать свое право на жизнь, оправдать бюджет то ли шар, то ли космический корабль. И как сохранить уникальные памятники из прошлого и принять и понять новые? Вопрос. Наталья Бандурина. Пульс города.